Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня будет обзор косметики с H&M. В целом я купила на 3276 рублей большой набор кистей, соль для ванны, спонжи. Это все, что я купила на 3276 рублей. Все розовое, я думаю, это какие-то коллекции, посвященные 14 февраля, которая у нас предстоит, Forever Long, в моем случае. Сейчас мы разберемся и все посмотрим. Как раз я себе зарекалась, господи, да не ходи ты уже в H&M, но я прихожу за какой-нибудь футболкой очередной. Не могу удержаться от покупок нового говна, и не могу не обратить внимания на вот такие вот спонжи, например, или еще какую-нибудь лабуду. Меня в H&M радует только одно, что там есть... Переработка вещей. Приносишь пакет своих старых вещей, получаешь такую карточку, 15% скидку на свою следующую покупку. Но! Куда я могу деть этот пластик? Блин, H&M, придумайте что-нибудь с этим. Плюсы спонжиков из H&M в том, что они размокают в воде и очень напоминают бьюти-блендер. За 299 рублей это прям подарок. Наверное, это единственная оправданная покупка, которую можно сделать в H&M, но... Я беру стакан воды, опускаю. Он становится такой неровный, он потому что не совсем равномерно распухает. Нужно его прям под краном с водой мыть. Тональника в H&M нет, и я использую тональник от Rihanna Fenty Beauty. Пытаюсь полюбить этот тональник, что-то мне он вообще не очень зашел. Мне прям не поднимается рука покупать бьюти-блендер за полтора кеса, когда существует в H&M спонжики по 150 рублей. Тон очень проблемный, и если он сейчас нанесется круто, то спонжики окупились. То есть заметна разница. Еще немного тональничка. Тональник легко впитывается. По идее, эти товары китайские, да, но на Алиэкспресс я могу купить только за 271 распухающий спонж. У меня, знаете, распухающий, это значит, что он, грубо говоря, похож на бьюти-блендер. Есть такие просто губки жесткие, я думаю, все это знают. Они продаются на Алиэкспресс примерно по 150 рублей или по 50 рублей. Если вы нашли классный спонж на Алиэкспресс, который распухает, то можно его взять там. Сейчас я буду использовать консилер. Это тоже мой консилер. В H&M нет консилера, поэтому я использую свой консилер. Попробую вот этой срезанной частью пройтись под глазами. Тушу оперативнее. Немного бейкинга. Набираю пудру и наношу под глаза. Оставляю так на 5 минут. Этим спонжиком я ставлю 9 лачочков из 10. Они меня полностью устраивают для нанесения тонального средства. Первое, что вы увидели, это вот эта большая коробка с кистями. Я тоже ее увидела первой. Тут есть целых 3 спонжика. Набор кистей. Стоит этот набор 999 рублей. Я сначала подумала, ну дорого. Спонжи, кисти все. Надо открыть. Это как какой-то наборчик Барби. Вот весь набор кистей и 3 спонжика. Спонжи я отправляю купаться. У меня хорошие новости, они размокают в воде. Типа наносить консилер вот так. Пришло время мне смахнуть пудру под глазами. Синтетики не надо бояться, потому что натуральные кисти это уже прошлый век. Хорошая синтетика. Ну, я бы не сказала, что тут прям самая лучшая синтетика. Но она чаще всего даже лучше натуральных кистей. Я ее сплющиваю. Для нанесения хайлайтера палетка с контурингом. Набираю контуринг. На синтетические кисти тоже все набирается. И начинаю. Вполне норма растушевалась. Тем временем распухли наши маленькие спонжики. И что я говорила про то, что нужно под краном это делать. С этими точно так же можно нанести тональное средство, консилер и вообще все, что угодно. Кистей в наборе 7 штук. 3 для глаз. И все остальные для лица. Для хайлайтера, для контуринга, для пудры и для тона. Ставлю высокую оценку. 7 лайчочков из 10. Тут есть и спонжи мои любимые, которые мне очень нравятся. Ну, кисти, конечно, ну, немножечко алик. У меня есть второй наборчик. Набор мини кистей за 499 рублей. Идет кейс. В котором 5 кистей, тоже розовых, дорожного формата. Мне всегда хотелось иметь кисти вот такого размера, чтобы я их могла положить в косметичку. Сравните кисти, функционал одинаковый, только это войдет в косметичку, а это нет. Пользоваться этой, конечно, удобнее. Мне показалось, что ворс тут очень мягкий. Их нужно прям поносить в косметичке, чтобы понять. Она похожа прям на настоящую кисть для проработки складки века. Также вот эта кисть классная. Как ими краситься. В то время протестировать эту маленькую кисть и хайлайтер. Слышите? Они не набираются. Что-нибудь происходит вообще? Я попробую смочить кисть. Будто бы блески рассыпались по лицу. Ты потер елочной игрушкой об щеку. Ну, понятно. Может быть, на камере это нормально смотрится. Этим кистям я поставлю 5 лайчочков из 10. Кстати, с моим участием вышла бьюти-битва на канале Золотое Яблоко. Я превращала Дашу Абрамовскую в Харли Квинн, а она меня. Супер! Я победила в этом бьюти-баттле. Если она меня накрасила лучше, чем я ее, то получается, она победила в этом бьюти-баттле. То можете кликнуть здесь и перейти посмотреть этот бьюти-баттл, либо после видео пройти по ссылке в описании и также посмотреть этот ролик. Мы очень старались, особенно я реально старалась. Давайте продолжать и посмотрим, какие еще продукты я купила в H&M. Этот хайлайтер не оправдал даже 299 рублей. Он просто как камень. Он даже, мне кажется, на глаз не перенесется. Ну, перенесся, ладно. Давно хотела это сказать. 0 из 10. Не знаю, что там с каналом похитюши, но я переживаю. Стоит она 199 рублей. Бомбочка для ванны. Покажу ее уже в ванне. Так, где она там? Я ее потеряла! Как-то она растворяется. Ну, блин, не знаю. Мне кажется, из соды можно такие самим сделать. И что? То, что я обожаю второй в H&M после спонжей, это накладные ногти. Стоили они 399 рублей. У меня как раз сейчас короткие ногти. Блин, почему все розовое? Мне что, малы? Да, у меня же сейчас в шелаке ногти, они мне маловато немного. Это так странно, я не наклеивала уже год, наверное, ногти. Вот с прошлой покупки в H&M. Знаете, песочный лак раньше был. Вот они, по-моему, вот в такой штуке еще сверху посыпаны блестками. На моих ногтях это выглядит очень крипово. На один вечер или на съемку на какую-то, или просто for fun, на вечеринку с девчонками. Если бы не было вот это, что это? Просто нужно, чтобы у вас не было ни шелака, ни даже удлиненных ногтей. Шесть лайчочков из десяти. Можно, прикольно как бы, но непрактично. Палетка теней для глаз за 499 рублей. Беру свой кисти для глаз. Возьму вот этот вот оттенок. Нанесу его в складку века. Что-то вообще переносится. Сейчас пожирнее наберу. Вообще не красится. Что-то вообще какая-то херня. Много коричневых. И у ресничного края. Ну, хоть пигментированные чуть-чуть. Кисти реально справляются хорошо. Снизу прям блестки Vera Beauty. Смотрите. Охренеть, какая пигментация. Вот палетка Vera Beauty. Сравниваем только вот эти два золотых оттенка. Так. Watch H&M. Swatch Vera. Как переносится на руку? Возможно, по тонам немного отличается. Но текстура прям один в один. По-моему, H&M производится в Италии. Светлые оттенки объективно плохие. Только нижний ряд еще как-то вытягивает. Блестки, видимо, испортить очень сложно. Эти блестки удалось испортить. Я не знаю, каким образом. Смотрите. Они почти не наносятся на кисть. Эти блестки на вазелиновой основе. Они нормальные. Эти тоже хорошие. Попробую использовать. Нанесу эти блестки кисточкой. Так. Мне кажется, что они сейчас будут осыпаться. Интересно. Я еще наберу вот этого коричневого оттенка. Нанесу в складку. Я не думала, что надо делать такой яркий макияж. Я сейчас пройдусь еще раз консилером. Ну, блестки осыпались. Нанесу свою тушь, чтобы завершить образ. Солнце потихоньку заходит. Я включила лампу, накрасила ресницы. И вот, смотрите, такой макияж у меня получился. С этой палеткой. Я еще не использовала много оттенков. Вот этот вот вообще отстой. 500 рублей, серьезно, ну, максимум 250. Я очень старалась, чтобы красиво растушевать и нанести особенно матовые оттенки. Поэтому этой палетке я ставлю 5 лайков из 10, а мы едем дальше. И это помады. Блеск, который стоит 149 рублей. И матовая помада, которая почему-то уже стоит 299 рублей. Я выбрала нюдовые, такие коричневатые оттенки. Вот так вот выглядит помада. Приятный запах. Вообще не такой, как у китайской косметики. Да, у всего, к сожалению, страна производства Китая. Видимо, Китай теперь вкусно пахнет. Это матовая помада, повторяюсь. Оттенок у нее вот такой вот. Сори, что тут блестки. В это время года мои губы просто трескаются по приколу. Выглядит неплохо. Но вот чуть-чуть она выбеливает губы. Или, может быть, я уже придираюсь. Помните, я делала обзор еще очень давно косметики с H&M? И там была помада. Она тоже продавалась в этот раз. Но, по-моему, она лежала то ли в уцененках, то ли что. В старой коллекции делаешь вот так. И она, короче, склеивает губы. Оттенок называется Honey. Ставлю ей 8 лайчочков из 10. Все-таки улучшили H&M текстуру. И упаковка, и запах поприятнее. Этой помадой я буду пользоваться. В общем, идет блеск. И у них похожие упаковки. Так что он нанушает надежду. Хоть и стоит 150 рублей. Оттенок называется Runway. Взлетная полоса. Совсем другой запах. Не карамельный уже. Какой-то цитрусовый, либо фруктовый. Фруктовый, но не бесячий. Вообще запах, и объяснять, это такое. Полупрозрачный и фиолетовый. Я нанесу друг на друга. Как-то вообще не очень смотрится. Пойду все смою. И нанесу отдельно блеск. Помыла руки, ноготь отвалился. Он полупрозрачный. Это тот блеск, который не липкий. Волосы к нему, конечно, будут липнуть. Единственное, что его нужно наслаивать. Все мелочочки в ИС-10. Он неплохой. Самое главное, что он не липнет. Вот такой вот обзор косметики из H&M у меня получился. Сейчас пойду принимать ванну, чтобы показать вам бомбочку. Да и самой ее опробовать. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. У меня тут вообще-то располагается маленькая оранжерейка орхидейная. Орхидея хочет минуту внимания. У моей реанимашки, у которой повяли листья, я ее пересадила в мох, начал проклевываться листик. Я только сегодня это заметила. Это так мило. Если вам интересно узнать побольше про мои цветы, про мою орхидея, про мою оранжерею, вот, пишите в комментарии. Я не всегда умела ухаживать за орхидеями, поэтому они у меня немного сдыхали. И сейчас я их восстанавливаю. Видите, у этой тоже растет листик. Видео выходит мало, потому что я немного в запаре. У меня есть институт. Для вас будет диплом. Че, все равно визажистами все работаем. Ноготочки там, макияжик. Да, по профессии я, скорее всего, работать не пойду. Но это же тоже можно какое-нибудь видео сделать. Сейчас пока разбираешься своей учебой, не скучайте. С вами была Даша Кей. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.